Здравствуйте дорогие друзья! Вас приветствует видеоканал Цейгаус, канал для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайк и подписываться. Продолжение следует... Так как подобных пулеметов, подходящих для установки на самолет, в тот момент не имелось, остановились на варианте с четырьмя синхронными шкасами. В таком виде 9 декабря 1937 года последовало решение о постройке И-153. Строился самолет медленно. Николай Поликарпов в этот период являлся главным конструктором КБ, размещенного на территории авиазавода номер 156. Завод номер 1, на котором предстояло освоить И-153, был загружен выпуском серийной продукции И-15БИС и доводками других опытных машин. Рабочие чертежи на И-153 в основном изготовили к маю 1938 года. В августе закончили документацию для производства головной серии. Тогда же в августе достраивались две первые опытные чайки. Осенью 1938 года постановлением правительства на заводе номер 1 было организовано единое конструкторское бюро взамен четырех ранее существующих, по внедрению маневренного истребителя И-153 в серию. Начальником КБ назначили одного из заместителей Поликарпова Тетивкина, ранее руководившего постройкой И-15БИС. Первый опытный И-153 за номером 5001 с двигателем М25В завод изготовил в августе 1938 года. Известно об этой машине крайне мало. Очевидно, никто не ожидал от нее неприятностей и сложностей. Тем не менее, заводских испытаний, которые закончились к октябрю, самолет не прошел. Выявилось большое количество дефектов. Недостаточная жесткость крыльев, вибрация элеронов, тряска хвостового оперения. Все эти и многие другие недостатки были учтены на втором опытном И-153 дублере с заводским номером 6005. Повысилась жесткость и весовая компенсация элеронов до 25%. Изменения коснулись и винтомоторной группы. Удлинили мотораму, поставили новые замки капота, а также протектированный бензобак. В шасси видоизменили поворотный узел. Использовали диски колес и сплава электрон. Установили новый амортизатор костыля. Зимой опытную чайку отправили в солнечный Азербайджан, на аэродром авиабригады, расположенный под Баку. Считалось, что это будут одновременно войсковые испытания, к которым подключатся И-153 войсковой серии. Всего на самолете за номером 6005 выполнили 454 полета. Получили максимальную скорость в 424 км в час, на высоте в 3500 метров. Практический потолок составил 8700 метров. Время набора высоты 5000 метров 6,4 минуты. Время виража 11-12 секунд. Полученные результаты во многом не устраивали заказчиков. Однако, существовало мнение, что более высокие показатели можно получить при использовании двигателя М62. Одновременно предполагалось устранить замечания по убираемому шасси и вооружению, уменьшить тряску оперения и вибрацию элеронов. 11 апреля 1939 года И-153 за номером 6008 из числа самолетов войсковой серии разрушился в воздухе при достижении скорости пикирования в 500 км в час. Причиной считали недостаточную прочность крыльев, поэтому в число доработок вошло и усиление конструкции. В частности, начиная с 4 серии, зашивка передней кромки крыльев фанерой стала делаться по всему размаху. 16 июня 1939 года И-153 за номером 6019 оснащенный двигателем М62 и воздушным винтом фиксированного шага перегнали с завода на аэродром НИИ ВВС и в течение 60 дней полностью испытали. Самолет развивал максимальную скорость 443 км в час на высоте в 4600 метров, набирал высоту 9800 метров, выполнял вираж за 13,5 секунд. Признавалось, что истребитель И-153 с двигателем М62 госиспытаний не прошел, прежде всего по причине недостаточной максимальной скорости. По расчетам надеялись получить 462 км в час. В связи с этой неудовлетворительной оценкой припомнили и другие недостатки, на которых ранее не заостряли внимание. Испытатели утверждали, что обзор на самолете недостаточный, особенно при взлете и рулении по аэродрому. Предлагалось установить новый центроплан, также типа «Чайка», но с улучшенным обзором, а также хвостовой костыль оборудовать баллонным колесом. Самолет, однако, уже находился в серийном производстве, и такие кардинальные переделки были нереальны, поэтому вносимые изменения стали небольшими. Для возможного дальнейшего повышения летных характеристиях самолета имелось следующее. Подбор более эффективных воздушных винтов. Установка винтов изменяемого шага. Применение двигателя М63 с максимальной мощностью в 1100 л.с. Первые два И-153 за номером 6039 и номером 6012, оснащенные двигателями М63, построили осенью 1939 года. По причине недоведенности самого двигателя и мод установки испытаний этих машин затянулись. Государственные испытания головного серийного И-153 за номером 6540 с двигателем М63 начались 21 января 1940 года. Именно в этот день самолет стартовал с ходынки и перелетел в Щелково для проведения полетов. Летали на лыжном шасси вплоть до схода снега 31 марта. Достигнутая максимальная скорость 431 км в час расценивалась как недостаточная. Недобор ожидаемых более высоких показателей отнеслись на счет установленных лыж, хотя и убираемых, и неудовлетворительной регулировкой карбюратора. Впрочем, испытатели не обольщались. Все прекрасно понимали, использованы все возможности и выжимать скорость, собственно, не из чего. Схема себя практически исчерпала. Летали и на штопор. Эта головная боль беспокоила создателей самолета уже в течение года. Долгие годы считалось, что самой опасной по части выполнения штопора истребитель И-16. И хотя Ишачок выводился из этой рискованной, а порою фатальной фигуры пилотажа прямо-таки идеально, миф о его коварном характере, зародившись в 30-е годы, благополучно дожил до наших дней. Что касается другого поликарповского истребителя И-153, о нем подобных слухов не имелось. С одной стороны, понятно, какие сюрпризы может преподнести освоенный и много раз испытанный биплан. Тем более, что в оценке техники пилотирования И-153 имелась следующая запись. Самолет парашютирует хорошо. При взятой ручке на себя и убранном газе стремления свалиться на крыло нет. Тенденций к срыву в штопор также нет. Скорость на парашютировании 110-120 км в час. Однако проверка на штопор была обязательной. Тем более, что при резком пилотировании, при передирании ручки управления, чайка в штопор входила. А вот выходить в нормальный полет не желала. Что сразу отметили летчики-испытатели. Во время войсковых испытаний И-153 с двигателем М-25В в марте-апреле 1939 года в Баку управление ВВС обратило особое внимание на проведение штопорных испытаний. Поначалу вопрос не нашел разрешения. Лишь летом 1939 года, когда новый истребитель участвовал в боевых действиях в Монголии, в НИИ ВВС вернулись к этой злободневной теме. Поступивший к военным испытателям самолет за номером 6019 с двигателем М-62 и воздушным винтом фиксированного шага решили одновременно со снятием летных характеристик проверить на штопор. Результаты этой проверки оказались неутешительными. Уже на третьем витке И-153 переходил в пологий штопор с неустановившимся характером вращения. Обычно на пятом витке останавливался мотор, после чего вывод машины в нормальный полет становился крайне затруднительным. Попытка выпускать шасси и тем самым смещать центр тяжести вперед не помогала. Чайка выходила из вращения со значительным до 10-12 витков запаздыванием. На выходе из штопора, то есть при переходе в пикирование, сам собой без вмешательства летчика запускался мотор. Грешили на ненормальную работу карбюратора. Пробовали использовать принудительную подачу топлива, но и это не помогло. Ситуация складывается весьма неприятная. Производство самолетов нарастает, они уже идут в войска, а проблема безопасных на них полетов оказывается до сих пор не решена. Осенью 1939 года на заводе номер 1 приказом Наркома авиапромышленности создается комиссия в составе конструктора Поликарпова, бригадного инженера Петрова и специалиста по штопору профессора Журавченко. В результате работы комиссии и проведения полетов в ноябре родилась инструкция по технике пилотирования И-153 с мотором М-62. Инструкция подробно описывала все действия пилота в полете и на земле, а в самом ее интересном месте значилось. Штопор на самолете И-153 полностью не изучен. Предварительные испытания выявили отрицательные штопорные свойства самолета. Выполнять штопор на самолете И-153 с мотором М-62 с целью тренировки запрещается. Удовлетворить кого-либо такие выводы, естественно, не могли. Поэтому в начале 1940 года для продолжения злополучных исследований выделили очередной самолет за номером 6566. По сравнению с предыдущими машинами, номер 6566 отличался более тщательным изготовлением, окраской и отделкой. Он стал тяжелее за счет усиления конструкции, установки инерционного стартера и воздушного винта изменяемого шага. Полетный вес самолета составил 1853 килограмма. Опробовав все возможные варианты при введении самолета в воздухе, летчики определили. Вывод из штопора производится энергичной дачей руля в следующей последовательности. Сначала дается нога до отказа против штопора. И через полвитка, виток по времени 1-2 секунды, ручка от себя за нейтральное положение. Элероны нейтральны. Малейшее отклонение от этого правила влечет к большим запаздываниям на выходе. В заключении указывалось, что при строгом выполнении инструкции штопор безопасен. Предлагалось разрешить пилотам строевых частей производить тренировку на штопор до двух витков. На этом штопорные испытания, собственно, и закончились. Все как будто было соблюдено. Недостатки определены. Как с ними бороться, оговорено. Однако, даже много лет спустя, старые пилоты, при упоминании о штопоре на чайке, сокрушенно качали головами и добавляли. Не хотело выходить. В заключении истории со штопором уместно отметить некоторые особенности пилотирования И-153. Уже на рулении пилоту приходилось из-за недостатка обзора вперед передвигаться змейкой, энергично работая педалями ножного управления. Еще на стадии проектирования И-153 представители ВВС требовали установки на самолет крупнокалиберных пулеметов. Как только такие пулеметы с удовлетворительными характеристиками появились, ими немедленно вооружили чайку. Первый И-153 за номером 6021 с двумя пулеметами ТКБ-150 калибра 12,7 мм вместо двух верхних шкассов проходил полигонные испытания в августе 1939 года. Каждый пулемет имел боезапас 165 патронов. Для перезарядки пулеметов на самолете установили дополнительный баллон со сжатым воздухом. Чуть позже появился вариант с установкой одного синхронного крупнокалиберного пулемета И-2 шкассов. Оружие испытали на И-153 за номером 6506 в феврале-марте 1940 года. В таком виде самолет рекомендовали к запуску в серийное производство. Установка одного крупнокалиберного пулемета вместо двух аналогичная история с И-16 тип 29 отчасти объясняется тем, что в 40-м году валовое крупносерийное производство пулеметов ТКБ-150 конструкции Березина еще не началось. И на все самолеты их не хватало. Чуть позже эти пулеметы в синхронном варианте получили обозначение БС «Березина синхронной» и нашли широкое применение в советских ВВС. Осенью 1940 года на полигоне под Кубинкой войсковые испытания прошли 3 И-153, вооруженные одним БС и двумя шкасс. До конца года авиазавод номер один выпустил полторы сотни чаек с таким вооружением. Не менее заманчивой представлялась установка на чайку скорострельных авиационных пушек «ШВА» калибра 20 мм, которые эффективно испытали в боевых условиях на И-16. Снаряд этой пушки превосходил по массе пулю крупнокалиберного пулемета в два раза, 48 и 96 граммов соответственно. Его разрушающая способность оценивалась выше в несколько раз. Однако, если на И-16 пушки устанавливали вне диска вращения воздушного винта, на И-153 их было решено установить в синхронном варианте со стрельбой через винт. Эта работа тогда проводилась впервые, поэтому имелись сомнения в успехе. Представлялось, что в отдельных случаях затяжной выстрел снаряд попадет в лопасть и перебьет ее. Для уменьшения такой вероятности силами конструкторских бюро Поликарпова и Шпитального провели значительную исследовательскую работу. Принятая до того момента во всем мире регулировка щелчка, то есть момента выстрела после лопасти, была заменена регулировкой до лопасти, а стрельба на малых оборотах исключена. В начале 1940 года построили войсковую серию пушечных машин, обозначенных И-153П. Они проходили испытания в 16-м истребительном авиационном полку 24-й авиадивизии Московского военного округа в течение лета 1940 года. По отзывам летчиков, эти чайки за счет возросшего веса стали несколько инертнее в пилотировании. Основным неудобством считалось загрязнение прозрачного пилотского козырька пороховой гарью. В целом испытания прошли успешно. Последовало решение о постройке еще трех таких пушечных аппаратов. Согласно заводского отчета, всего изготовили 8 экземпляров И-153П. Почти одновременно с пушечными чайками велись испытания штурмовых подвесок. И-153Ш и И-153УШ имели под нижним крылом обтекаемые каплевидные контейнеры с пулеметами ШКАС, всего 4, или бомбовые кассеты в каждой кассете по 22,5-килограммовых бомб. Во второй половине 40-го года велись испытания И-153 вооруженных реактивными снарядами РС-82. До конца года на заводе номер один под установки РС оборудовали более 400 самолетов. Переделки сводились в основном к установке дополнительной металлической обшивки на нижней поверхности нижнего крыла. В течение зимы 1938-1939 годов активизировались работы по увеличению дальности истребителей путем оснащения их подвесными топливными баками. Реальное воплощение этой затеи совпало с началом серийного выпуска И-153. Поначалу опыты с подвесными баками велись на самолетах И-15БИС. В марте 1939 года испытали подфюзеляжные цилиндрические баки емкостью в 150 литров. В апреле подкрылевые каплевидные общей емкостью в 200 литров. Под каждым крылом на держателях ДЕР-31 подвешивалось по два 50-литровых бака. Предпочтение получил второй вариант по следующим причинам. Каплевидные баки обеспечивали больший запас топлива. Кроме того, подвешивались под штатные бомбодержатели. При проведении небольших доработок, связанных с установкой дополнительного маслобака на 25 литров, дальность полета увеличилась практически в два раза. В результате рекомендовалось выпускать каплевидные баки емкостью в 100 литров. Такие баки производились под обозначением PLBG-100 и устанавливались на И-153 и на И-16. До конца 1939 года для установки подвесных баков оборудовали 50 И-153, столько же и 15 бис. Некоторое количество таких самолетов было выпущено и в 1940 году. Впоследствии машины с подвесными баками поступали в основном в истребительную авиацию военно-морского флота. Впоследствии машины с подвесными баками поступали в основном в